11 пассажиров самолётов США госпитализированы из-за турбулентности. Инцидент произошёл на рейсе Delta Air Lines, следовавшем в Атланту из итальянского Милана. Сообщает, что лайнер оказался в зоне мощной турбулентности за полчаса до посадки. Как пишет CNN, из 165 людей на борту травмы различной степени тяжести получили 11 человек, в том числе члены экипажа. Все были доставлены в госпиталь. Скорее всего, пострадавшие не были пристёгнуты, считает аналитик главный редактор портала Авиару Роман Гусаров. — Зачастую, как только самолёт взлетел, мы тут же первым делом отстёгиваем ремни, вскакиваем с кресла, начинаем ходить по салону. А если даже сидим в кресле, то не пристёгиваемся, совершенно не думая о том, что зимная атмосфера — это вещь, несмотря на современные технологии, во многом непредсказуемая. И турбулентность глазами не видно и обнаружить её невозможно. В любой момент, если вы не находитесь в кресле и не пристёгнуты, то просто очевидно, конечно же, можете даже не просто упасть, пораниться, а можете просто летать по салону. Человек, в общем-то, это предмет тяжёлый. Если он летит по салону, то он наносит серьёзные травмы и окружающим в том числе. Если он пристёгнут, даже если самолёт уйдёт в пике или его, не знаю, начнёт невозможно как крутить, всё равно с пассажиром ничего не произойдёт. Роман Гусаров, главредпортал Авиару. Как указывает CBS, с начала года это как минимум четвёртый случай попадания авиалайнеров в турбулентность с пострадавшими. В начале года были госпитализированы несколько пассажиров рейса «Остин-Франкфурт». Тогда же 20 человек пострадали при перелёте из Германии на Маврикий, а в марте пассажир внутреннего рейса в США скончался от полученных травм. Последний громкий случай турбулентности на рейсах российских авиалиний произошёл в 2017 году. Тогда при перелёте из Москвы в Бангкок пострадали почти 30 пассажиров аэрофлота.